Друзья, всем привет! Судя по тому, вы понимаете, что это траурный выпуск, не свадьба Мукунку. К сожалению, московский Спартак единоличный лидер чемпионата России. Ну и это придется обсуждать мне, Александру Дорскому, и об этом будет кричать Глеб Чернявский. Глеб, привет, потому что добрым утро воскресенье назвать очень тяжело. Саша, я вижу, ты залез на лавку, чтобы я на тебя не смотрел уж совсем свысока, но так получилось, что я смотрю на тебя с первого места в турнирной таблице, и никакие табуретки, лавки тебе не помогут. Наконец-то все стало на свои места, гегемония Зенита окончена, Зенит закончился. Мы возвращаемся в 98-й год, когда Зенит был не тем. Саш, вот ты начал траурный этот выпуск. Как ты вообще спал сегодня? Как проснулся? О чем думаешь? Как вообще ты живешь сейчас? Я эту неделю провел практически без сна, потому что было много еврокубков. Были два топовых матча в России в один день. Плюс, конечно, уже хотелось посмотреть и Барселона-Реал, и Манчестер-Челси. То есть, вот этот вот никому не нужный футбол. Чтобы еще раз понять, что две игры, которые выдал Зенит на этой неделе, это просто футбол космического уровня. Поэтому на этой неделе было очень много футбола. А мысли грустные. И с учетом того, что я понимаю, что будет с Зенитом в среду, грустнее и еще сильнее. Что будет с Зенитом в среду? Я вот написал твит, которым очень горжусь, что сейчас против Евтича играли, а в среду против Холланда, Санчо, Ройса, Герейро, Денейли, Эмраджана. Кого-кого? Какие еще футболы? Денейли. Его нет уже в Баруси? Нет. Дилейни. Томас Дилейни, да. Дилейни. Как тебе вообще мои знания? Да, но явно не самый опасный игрок Баруси. Кроме того, сейчас его используют чуть ли не на позиции центрального защитника. А Эмраджан зародился коронавирусом. Поэтому Эмраджана тоже не будет. И, конечно же, шансы Зенита в Дортмунде просто повышаются. Вот с каждой такой новостью. Слава богу, Хакими ушел. И хотя бы на левом фланге Зенита будет поспокойнее. Нет, у меня страшно представить, что бы он там сотворил с Жирковым, с Круговым, с Антосом. Уж не знаю, кто там будет играть слева. Какую схему придумает Симак. Слушай, ну, пинать труп мы не будем. Давай мы подумаем, как помочь Зениту. Вот ты же часто видишь, идешь по улице, и бомж лежит на автобусной остановке. У тебя какая-нибудь мысль? Я же из Петербурга. Конечно, я часто такое вижу. Да, и ты думаешь, а вот реально ли ему помочь? Вот как-то вытащить его из этого? Вот дай подумаем, как помочь Зениту? Вот что нужно сделать? Что изменить? Как состав поменять? Какого тренера взять? Какого президента назначить? Может, Фурсенко надо вернуть? Может быть, Манчини нужен? Может быть, я не знаю, финалист Лиги Чемпионов Паредос нужен? Саш, какие легенды нужны? Может, Слава Малафеев в ворота нужен? Ладыгин Юра. Не знаю, Саркиса Сепян на правый фланг. Кто? Как? Как? Как спасти Зениту? Я вчера виделся с одним из лучших бомбардиров в истории Зенита Владимиром Куликом, который наносил первый удар помещен на Газпромарене, потому что забил последний гол на стадионе имени Кирова. Возможно, в атаку нужен Владимир Кулик. Но, слушай, вот ты сказал про Манчини, я сейчас себя поймал в мысли, что какие-то ощущения сейчас очень похожие на то, что происходило в 2018 году, потому что полная тоска на поле. Но, наверное, все-таки при Манчини команда сподабливалась на один момент за матч. Тоже через навес Кришета. Сейчас все-таки парочка было и в матче с Рубином, и в матче с Брюгером. Какие-то моменты есть. Там вот Ракицкий, был бы он правшой, я думаю, он забил бы в том эпизоде и закончилось бы все ничьей. Да, но при этом Ракицкий, если бы он был в нормальном состоянии, он бы не привез то, что он привез, когда Зуев выходил один на один. То есть там чистый косяк Ракицкого. И Ракицкий проиграл верховую борьбу деспоту при первом голе, поэтому тут, наверное, дело все-таки сейчас, к сожалению, не в рабочей ноге. Не знаю, и я не знаю... Так дело-то, извини, я тебя перебью, не в тоске же дело. Тоски-то нет. Весь веселый матч в целом, но обоюдно острый. Смотрите-то, по крайней мере, стороннему зрителю. Чем он острый был? Ну, не острый, просто при Манчине была полная импотенция. Ну, там вообще же ничего не было. Ну, кошмар какой-то. А здесь какие-то есть атаки, какие-то подходы, моменты. Что-то присутствует. Просто нету какой-то системы, как у Путина. Есть система в России, вот. А здесь нет системы. Хотя Зенит же называет Россию в миниатюре, поэтому очень странно руководствуясь вот такими вот сравнениями. Но я бы... Напоминает Россию при Ельцине Зенит, да, сейчас? Да. Все так. Дэн Ловран участвует в Санкт-Петербург-Оупен. Место с Анатолием Тебущаком. Да. Поэтому чисто ельциновские времена, конечно. Я не знаю, ты, понятное дело, не смотрел, но ты читал пресс-конференцию Симака после матча? Я знаю, Саша, что ты отрастил себе яйца размером с голову. Я не смотрел пресс-конференцию, но у меня есть свои агенты в Зените. И они мне рассказали, что ты спросил Симака про отставку. Как ты решился? У тебя колотилось сердечко. Как ты, как ты это спрашивал? Или ты просто узнал, что Симака скоро выгонят, и теперь ничего не боишься, и как гиена его теперь допрашиваешь, все что угодно подпрашиваешь. Скажи, где правда. Давайте просто послушаем этот момент и решим сами, отрастил я себе яички, ну или я просто гиена. Посматриваете ли вы, в принципе, возможность отставки? Если да, то при каких обстоятельствах это должно появиться? Возможность отставки не рассматриваю. Что касается периода, бывают разные периоды. Бывают хорошие, бывают не очень хорошие. Это часть футбола. Передо мной стоят задачи определенные, которые я должен выполнять. Если их выполняю, справляюсь. Одно, если не выполняю, значит, решение руководства о том, что нужно делать и какие изменения вносить. На самом деле, прикол был в том, что пресс-конференции «Зенита» в чемпионате России, они проходят по зуму. То есть, если в Лиге чемпионов сейчас все-таки стали пускать в этот зал для пресс-конференции, там столы стоят в полутора метрах друг от друга, стулья стоят в полутора метрах друг от друга и очень далеко от стола, где сидят главные тренеры. То сейчас все-таки в чемпионате России еще в зуме. И я задал, наверное, вопросов 7-8, а все остальные на всех задали 3. И это смотрелось очень странно. Я не ожидал, что так будет. Это было интервью. То есть, да, можно сказать, что это была такая миниатюра бубнов-гунько. Конечно, не с таким уровнем напора от меня, потому что все-таки «Зенит» сейчас, наверное, еще не в том состоянии, в котором «Спартак» пребывал в 2014 году весной. Ну и уровень твоей аналитики тоже, конечно, не тот, чтобы претендовать на звание. Я об этом даже вообще не говорю, потому что это и так очевидный факт. Ну, в принципе, как те факты, которые ты выносишь в заголовке своих текстов о том, что Тодеск пересобрал «Спартак», уничтожен «Конановский Спартак», и теперь единоличный лидер «Спартак» предлагает «Спартак». А неделю назад лежали под химками. Под химками неделю назад лежали. Поэтому очевидные факты. Но мне кажется, просто, знаешь, вопрос об отставке, он связан не с тем, даже не столько с тем, как «Зенит» провел эту неделю, а с тем, что действительно следующий матч будет не против химок, не против Уфы, не матч против какого-нибудь Енисея в Бет-Сити Кубок России в элитном раунде, а матч с Баруси в гостях. И ой-ой-ой-ой, что нас там ждет? Просто Симак говорит о том, что сейчас была психологическая усталость после Брюги. Очевидно, команда не перезагрузилась в матч с Рубином. И сейчас есть действительно большой шанс получить очень неплохой счет в Лиге Чемпионов. И как из этого состояния выбираться, учитывая плохую физическую форму, я не представляю. Поэтому мне кажется, что вообще в теории Симак может не доработать до даже зимнего перерыва. Но, естественно, это будет... Я думал, скажешь, до четверга. До четверга может не доработать. Нет, но до четверга он доработает по-любому. Вопрос, что случится в четверг. Но, понятное дело, что это будет не его решение, а решение руководства «Зенита». Ну, а ты прям считаешь, будет типа 6-0, да? Как вот Уфу разорвали. Просто, когда против «Зенита» оказываются быстрые нападающие... Вот Деспот, он же вроде бежит, да? Вот насколько я понимаю. Ну, достаточно, да. Сразу проблемы. А здесь все три игрока-атаки, которые у Боруссии, они же бегут не как Деспотович. Они бегут в два раза быстрее. Что они будут с этим делать-то? Нет, ну смотри, помимо игроков атаки, понятно, что Холланд забивал «Зенита» даже за Мельда. А тут партнеры будут все-таки более высококачественны. Правда, и у «Зенита» сейчас в обороне не Мифа Мевля все-таки. Но боязно, боязно. Но есть Геррейра, есть справа Минье, понятно. Сзади он пока что не очень хорош, но все равно... А это который из ПСЖ пришел, правильно? Глеб. Бельгиец. Да ты магистр европейского футбола. Что с тобой сделала FIFA? Да, да, я всех игроков теперь знаю. И более того, я не просто за ними там слежу, а я вот каких игроков я запоминаю, я включаю потом матчи или хайлайты, смотрю, какие они в реальной жизни. В реальной жизни они, конечно, все послабее. Азмун не сыграет с Боруссией. Что вообще будет в атаке? Ну, то есть атак не будет, я правильно понимаю? Ну, кстати, не факт, что он не сыграет. То есть сначала говорили, что... Ты мне сам новость кидал, что не сыграет вчера. Да, а потом вроде как прошла информация о том, что все-таки будут до последнего ждать результата теста на ковид, потому что у него недомогание. А слушай, ну а чего Азмун? Чего Азмун сейчас? В какой форме Азмун? В ужасной. Да они все в ужасной форме. Слушай, а вот этого Венделя, Кренделя, Вентиля купили. И чего толку-то? Это какой-то кошмар. Вот, главное, опорники есть. Почему не купят человека на позицию ЦАП, центральный такой еще полузащитник, который бы что-нибудь креативил, придумывал. Зениту же реально не хватает такого игрока. Ты согласен с этим? Зачем покупают каких-то опорников-то постоянно? Ну, во-первых, Вендел не опорник, так что мы тебя понижаем с магистра до бакалавра. Ну, бокс-то-бокс, окей. Бокс-то-бокс. Бокс-то-бокс. Да. Но не суперкреативный игрок, даже не Паредос. А во-вторых, слушай, зачем нужны ЦАПы? Да и зачем нужен Вендел, если есть Александр Ерохин? Зачем вообще кто-то нужен, когда есть сумасшедший, легендарный, потрясающий Александр Ерохин? Как? Как его можно было выпустить на 88-й минуте с Брюги? Что это за фигня? Ну, это ротация, я так понимаю, ротация. Ну, чтобы люди не могут играть же каждый день. Поэтому вот такая-вот такая ротация. И плюс Симак думал, что Брюги возьмет, типа, и без лидеров. Ну, что даст отдохнуть. Потом там с Рубином Ерохин выйдет, кстати. И, между прочим, Ерохин с Рубином вышел и дал результат. Вот и все. Какой? 1-2? Зенит проиграл? Ну, гол-то забил. Саш, скажи, а вот что должно случиться, чтобы ты начал плакать? Ну, то есть, на каком месте Зенит должен оказаться? На шестом? На восьмом? А что ты думаешь, когда ЦСКА уже Зенит обгонят? Что будет дальше? Вот учитывая, что сейчас развалят с Баруси. Дальше, кстати, не посмотрел я, с кем следующий тур. Ты, наверное... Химки. Химки. Да. А дальше... Играть под Химками, как Спартак в первом тайме. Спартаком в последнем туре в борьбе за последнюю путевку в Лигу Европы. Помнишь, такой матч был? Да, да, да. Это просто шедеврально было. И Зенит, кстати, ее выиграл. Ты тогда ревел последний раз. Когда ты последний раз плакал из Зенита, Саш? Расскажи. Вот это, типа, сколько тебе лет было? Кстати, хороший вопрос. Я что-то не помню, чтобы такое было. Вообще. Я ревел в 2007 году, когда Спартак обыграл Динамо, а Алехандро Домингес выбил мяч после удара Вадима Евсеева из девятки. Я вот тогда ревел. А у тебя что, такого не было? Билл Бафур... Ты просто чувствуешь бесчувственный калач. Билл Бафургьян. А, Билл... Ой, Бафургьян, почему Евсеев? Ну, неважно. Видишь, как... Я настолько не хочу эти воспоминания проецировать заново, что называю даже не те имена. То есть, ты черствый калач, который ни разу не плакал из-за «Зенита». А от радости, Саша, ревел, когда вы там, не знаю, чемпионами стали? Да. Привел же Боша. Ну, не, не привел же Боша. Привел же Боша. Все было, опять же, очень буднично. Никакого романтизма. Последний раз у меня серьезные эмоции были в матче с Краснодаром весной 2019 года. Потому что это действительно была крутая игра. Крутая игра от «Зенита», крутая игра от «Сафонова». Сумасшедшая развязка. Стадион шикарный, атмосфера потрясающая. Вот тогда меня пробило, да. А готов ли ты вот сейчас проиграть, когда Боруссия? Будет же онлайн... А, ты не полетись, а там не будет, да? Я буду в Краснодаре на «Краснодар Челс». Вот, нет, это все не то. Можешь ли ты прийти к Симаку, если все будет так плохо, и просто зареветь, и начать плакать на пресс-конференции, и задавать вопрос, что «Сергей Богданович, да вы убиваете меня!» Ну вот, короче, реально зареветь и посмотреть на его реакцию. Что, типа, ты вот так расстраиваешься. Как думаешь, что будет? У Сергея Богдановича 8 детей, я думаю, что его это не очень впечатлит. У меня сейчас ощущение того, что дальше ничего хорошего не ждет, несмотря на то, что проиграно сейчас всего 2 игры, и отставание от «Спартака» всего 3 очка. Но мне кажется, что дальше все будет очень плохо. А где ощущение у тебя? То есть тебе кажется, что вот это доминирование красно-белого коллектива, оно начинается, и «Химки» были последней командой, которые были над «Спартаком», а теперь все лежат под великой командой Домианика Тадесского. Знаешь, что мне напоминает сейчас «Зенит»? Вот знаешь, когда там увольняли там Романцева, Карпина, знаешь, что вот идет на первом месте, проиграл 2 игры, и все, типа, отставка нахрен. Просто я когда делал исторические материалы, я смотрю, вот в какой момент ненавидеть начинали Карпина. А там он, типа, проиграл два матча, откатился на второе место, и все, типа, убираем. И когда наступила эра Олега Георгиевича Кононова, очень забавно вот вспоминалось то, как тогда относились к этому, как сейчас. Мне кажется, вот «Зенит» сейчас напоминает какой-то «Спартак» там 2000-х, там 2000, начало 2010-х. Вот, когда, ну, еще толком ничего не проиграли, но уже все, паника, ужас, кошмар, увольнять Симака и так далее. Вот так вот завершается моя неделя. Я думаю, что в рейтинге самых неприятных моментов последних семи дней твое сравнение «Зенита» со «Спартаком» Романцева последнего периода, и особенно Карпина, оно перевешивает поражение от Брюги, от Рубина, какие-то непонимания Симака на пресс-конференции. Так что, Глеб, гран-при твой. Ты говоришь, все, лежали под Химками, а теперь над всеми будем доминировать. Ну, на самом деле, нет. Просто мы сейчас радуемся, когда можно порадоваться. И, во-вторых, вот, глядя на «Спартак», видно, что появилась какая-то, ну, не знаю, не мощь, а какая-то солидность, которая позволяет обыгрывать соперников даже в каких-то сложных ситуациях, когда все идет не так, как-то переламывать. То есть появилась какая-то уверенность в себе, которой не было уже, я не знаю, со времен карреры вот ее не было. При Конаноме, понятно, что была уверенность только в голе Никите Симоняна максимум, записанном на телефон Конанова. При раннем «ТДСК» тоже особой уверенности не было, потому что все переделали. А сейчас есть какая-то вот, какой-то вот кулак, который не разжимается, а бьет по соперникам. Вот, как-то так бы я сейчас это охарактеризовал. После игры с «Краснодаром», да, я сделал вывод, что «Спартак» теперь один из претендентов на чемпионство, безусловно, потому что, ну, а кто еще-то? «Спартак», «Зенит» и «ЦСКА», вот их три. Ну, будем смотреть, что будет дальше. Но пока мне все прям очень нравится, что «Спартак» выглядит, не знаю, здесь можно всякие упоминать эти глаголы там, целостные, ой, глаголы, наречия прилагательные и так далее. Но мне кажется, все это какая-то пустота. Вот, поэтому, мне кажется, «Спартак» стал солидным. Вот, вот это слово я выберу. То есть ты это ощутил после победы над вторым составом «Краснодара»? Нет, я это ощутил на отрезке последнем, когда и с «Зенитом» сыграли, в ничью там вытащили, когда с «Химками» вытащили, когда здесь не сломались. Ну, то есть, как бы, раньше просто такого не было. У «Спартака» не было никаких серий, все было рандомно. Вот целый год, не пойми, что происходило. А сейчас, наконец-то, научились терпеть, дожимать, стоять. И, я думаю, и вот если даже взять третий гол «Спартака», вот этот гол «Ларсен», с какой уверенностью он был забит, это показывает, что есть некоторые ресурсы, ресурсы, позволяющие вот так уверенно дожимать и что-то там вытаскивать. То есть, есть какой-то характер, есть уверенность в себе, поэтому я доволен. Я очень за тебя рад, как и за всех своих красно-белых друзей, но у меня к тебе вопрос. Год назад, чуть больше, московский ЦСКА ходил на чистое первое место после 11 туров. Опережая «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» на 2 очка. Что ты тогда говорил о болельщиках ЦСКА, которые просто кричали «Мы на первом месте»? А у тебя фактура есть или нет? Или ты так спрашиваешь меня? Я вспоминаю, я вспоминаю. Честно говоря, я искал в твоем твиттере по расширенному поиску, но я не нашел. Хотя мне почему-то казалось, что ты что-то писал. Но я не нашел. Но я прям просто помню момент, что болельщики ЦСКА действительно очень радовались тому чистому первому месту. Их можно было понять отчасти, потому что они очень давно там не находились. Но это выглядело все равно каким-то перебором. И так как ты любишь говорить о том, что никто не отмечает чемпионство, «Локомотива», «Зенита». Я думаю, что ты все-таки как-то не прошел мимо лидерства ЦСКА. Слушай, ну, наверное, я что-нибудь писал, что там радуются сектанты, но рано радуются и так далее. Там же была тогда совсем какая-то... Ну, там и сейчас совсем была, да. Извини, знаешь, я понял, ты ничего не писал. Знаешь, почему? Почему? Потому что в день, когда ЦСКА вышел на первое место, это я вот сейчас вот увидел, был уволен Олег Кононов. А-а-а! Ну, вот понимаешь. 29 сентября, правильно? Господи! Это реально ужас, какой кошмар. Вообще, про катастрофа. Я в деталях помню этот вечер. Это был прекрасный, прекрасный вечер. 29 сентября 2019 года. Увольнение Олега Георгиевича Кононова. Начало, начало новой эпохи. Конечно, я ни о чем не писал, какое чемпионство ЦСКА. Я в этот момент думал о том, что теперь «Спартак» должен стать чемпионом. Давай об игре... А, вернее, как? Мы сейчас начнем с извинений перед Понсо, Саша. Очередные извинения. Эсикель, Понсо, гол плюс пас. Извиняйся за свой текст. Говори, что Эсикель, я виноват. Давай, говори это. Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мною слово. Ты сам-то будешь извиняться? Потому что зачем ставить Понсо? Зачем? Где Саша Соболев? Саша Соболев травмирован, поэтому теперь вообще никаких претензий к ТДСКО и быть не может. То есть теперь у тебя претензий к Соболеву. Но надо признать, что Соболев победил меня, просто порвал меня на части, разорвал всю мою аналитику. Просто можно скомкать и даже подтираться ей стыдно по поводу того, что Понсо должен быть в запасе. Просто гений. Я восхищаюсь этим человеком. И теперь я вообще подумал о том, что скоро его кто-нибудь купит. Типа какая-нибудь аталанта очередная, которой надо, чтобы игроки много бегали. Кто еще умеет как Понсо претенговать? Он же как сумасшедший носится. Я не знаю, где он берет эти резервы. Вообще, Саша, ты выходил когда-нибудь на падение? Давайте найдем в месячной давности наш выпуск и послушаем, что же Глеб говорил про прессинг Понсо. Ну, чем Понсо сильнее Соболева? Типа может интенсивнее быть в прессинге? Ты-то сам в разборе своем гениальнейшем написал, что Спартак в прессинге играл не очень интенсивно. По возращественному вопросу, но на самом деле большую часть своей потрясающей детско-юношеской карьеры я отыграл как раз-таки близко к атаке. Я, наверное, понимаю, к чему ты ведешь. Когда мы играли с одним нападающим, этим нападающим был я. То есть чаще всего мы как раз-таки играли с одним нападающим, естественно, против сильных команд, когда мы понимали, что нам нужно выставить, скорее всего, схему Слибера. Вот такие вот интересные истории были в нулевых годах в детско-юношеском футболе петербургском. Это было отвратительно, потому что ты должен был что-то бегать, но понятное дело, что тебя этому никто на нормальном уровне не учил. Мне никогда это не нравилось. И да, это очень задалбливало самые нелюбимые матчи. Просто ты, когда прессингуешь нападение постоянно, у тебя сил не остается вообще ни на что. Ни на рывки потом, ни на какие, ни на удары, ни на голы, ни на прыжки. Вот как только ты начинаешь нападение, прессинговать эту оборону, и понимаешь, что у тебя никаких шансов нет. Вот как у Понца. Собственно, он же просто давление оказывает. Там же он меч не отбирает у них. И не было таких еще моментов. Откуда он берет в себе силы голы еще забивать? Я просто офигеваю. Как он с Краснодаром носился? Глеб, у меня сразу вопрос к тебе. Откуда у Понца нашли силы на толчок Евгения Чернова? А я считаю, не было никакого толчка. Это абсолютно нормальная борьба. И Чернов просто потерял позицию, а потом подстраивался под фол. Вот симулировал реально. Вообще, это бенефис Чернова, как его Мозес убрал на замахе. Я считаю, понятно, что у Мозес, у него немножко другой уровень исполнительского мастерства. Но не настолько же, чтобы на клочке ты проезжал на жопе вот так вот. Но это же реально на клочке. Фин без скорости. Так защитник РПЛ не может уезжать. Ты согласен? Ну, это смотрелось достаточно грустно. Ну, а Чернов все-таки имеет отношение к «Зениту». Поэтому, что бы не погрустить было в субботу. Ну, вообще, в принципе-то в первом тайме как раз-таки много атак. Спартака были через этот фланг. Чернова разрывали. Тут, мне кажется, вообще никаких вопросов по Мозесу. Быть не может. Как тебе, Мозес? Давай свое резюме некое. Да нет, ну что, пока рано говорить. Но как и после прошлой недели, когда вы все орали о том, что... Да кого вы привезли? Да это же пешеход! Так он точно так же пешком-то играл сейчас. Он пешком обыграл, забил победный гол. Да нет, ну будет все нормально. Он близко не дает объемов Айртона. Ну, вот как Айртон по бровке херачит туда-обратно. Этот не так совсем играет. И нету такого движа на правом фланге. Ну, давай посмотрим... Или ты считаешь, что все норм? Нет, давай посмотрим, что будет после, во-первых, перерыва на сборной. Я, правда, не знаю, может быть, Мозес уедет в Нигерию. Я, честно говоря, не знаю. Вот, если он уедет, это, конечно, плохо. Ну, и интересно, что будет во второй части сезона. И я думаю, что сейчас реально вот решил этот эпизод, забил и все, и отвалите. Мне один наш общий с тобой знакомый из медиасферы писал после замены Мозеса, почему вышел Ещенко. Что это такое? Там ТДСК опять кого-то травит. А кто должен выйти? Нет. То есть, вообще, зачем менять Мозеса на Ещенко? То есть, ну, мне кажется, ответ очевиден. Ответ просто в том, что Мозес не готов на все 90 минут играть. То есть, можно было выпустить Кеша Умярова и отправить там Глобнина на фланг. Но выпустили Ещенко. Понятно, Ещенко не тянет эту схему абсолютно. Но я думаю, что против Краснодара такого, который был в первую очередь по составу в субботу, можно и так делать. А почему Ещенко не тянет? Ещенко как раз-таки, даже несмотря на возраст, может бегать по этой бровке хоть весь матч. Понятно, что не с тем результатом, которого бы хотелось видеть, но, по крайней мере, отработать вперед-назад он может. И вот эти 20-30 минут в конце спокойно он может отыграть. Поэтому не вижу я здесь ничего такого катастрофичного. Как в твоей голове оценивается вот эта победа над Краснодаром? Эта победа над одним из главных конкурентов, выездная в момент, когда нужно было побеждать, чтобы иметь вот это психологическое преимущество? Или абсолютно буднично? Потому что, ну, давай это проговорим, действительно, чтобы просто понимать масштаб беды, которой попал Краснодар. Не было Классана, Вандерсена, Кабелы, Петрова, Ольсена, Берга, Сорокина. Тут, может быть, это был плюс, не знаю, но Каев был все равно. Очень давно нету Ари, Стоцкого. Может быть, я еще кого-то забыл. Ну, то есть, это просто ужас. И у меня сразу возникает вопрос к тренеру по физподготовке к медицинскому штабу Краснодара, потому что среди этого есть мышечные травмы, среди вот этих футболистов. Но Мусаев отвечал на этот вопрос вот пару недель назад, сказал, что никаких претензий нету. Но какого-то объяснения у тренерского штаба Краснодара пока что тоже нет. Я сейчас тебе все объясню. Я к этой победе отношусь как к очень важной в психологическом плане, что Спартак обычно, когда соперники оступаются, обсирается. Вот так всегда было. А здесь, наконец-то, получилось выиграть тогда, когда надо. Это самое главное. Но я считаю, что Спартак провел абсолютно чемпионский первый тайм. И вот этот проблемный Краснодар был разбит. Если бы не вот эти странные ошибки Максименко, то Краснодар бы ничего не создал. Вообще ничего. И был абсолютно раздавлен Краснодар Спартаком, чемпионским Спартаком. Но вот что произошло в начале второго тайма, я не понимаю. Вышли, может быть, на расслабоне, поверили уже в себя, поняли, что там выходит уже Леон Мусаев. Надеюсь, все поняли шутку. Сын главного тренера Краснодара. И расслабились. И тут же наказали. Ну, а, кстати, вот то, что я проговорил, что во время гола Понца не было нарушения. Хочу сказать, что нарушения на Джеке тоже никакого не было. И свисток был дан зря. Может быть, конечно, Максименко бы без свистка не пропустил этот гол. Но, тем не менее, какое-то странное нарушение. Я вот здесь с судьей не согласен. Это чтобы быть последовательным. Но что меня радует, что Спартак все-таки взял себя в руки и забил такого красавца. Потому что все решил человек, отдавший голевую передачу. Это было прекрасно. Да. Все было именно так. Кстати, как тебе, Максименко, и вот эти ошибки? Что думаешь об этом? Ну, да. Какие-то странные два момента. Но главное, наверное, знать, что он не выключился сразу после них и спас команду в одном случае. Поэтому... Ну, вот во втором случае там прям реально сейв был такой. Ну, удар Смольников. Хотя Смольников, мне кажется, профессиональный футболист должен забивать из этой позиции, а не бить во вратаря. Как бы там вратарь круто не сыграл. Короче, меня прям очень удивило, что он не забил. У Смольникова, причем иногда, знаешь, по карьере-то были такие моменты, когда он хренак и долбанул там с 25-30 и попал в девятку. Я помню, он за Ростов такой гол забил. Там это было лет 8, наверное, уже назад. Но почему-то это вот гол до сих пор в голове есть. Но это чемпионский уровень у Саши Максименко. То есть, мне кажется, ну, понятно, что ты стебался, но мне кажется, что вот реально за последние пару месяцев разница между Матвеем и Сашей, к сожалению, наверное, для болельщиков Спартака, она стала очевидной. Ну, есть такой. Сафанов просто стал как-то супер играть на выходах. Вот именно на выходах. Он ловит все мячи, которые летят. Кстати, помнишь, когда он героически вводил мяч рукой и упал, и в центр поля кинул, еще не точно. Ну, и там нарушение правил. Он улетел за штрафную с мячом в руке. Я четко это пересмотрел. То есть, Спартак же судили. Естественно, нужно было штрафной назначать. Ну, что сказать. Ну, Мокрик Сафонов – классный вратарь. Просто так получилось, что на момент второго гола Мозеса у Максименко было два момента, который он сам себе придумал и сам же спас. А у Сафонова два удара, два гола. Ну, вряд ли он там мог что-то сделать. Слушай, давай про Тедеско. Ему предложили новый контракт. Тедеско поимел всех схемой 3-5-2. И это первый человек, который ее правильно применил. Не как Вадим Валентинович Евсеев автобусом с ней стоять. А вот реальность не атаковать, использовать ее, как используют в Европе. Я теперь благодаря Паше Маслова узнаю все команды, которые, кроме Лейпцига, используют схему в три центральных защитников. Бра, Брайтон, Шеффилд, Аталанта. Кто там еще? Волверхэмптон. Волверхэмптон. Ну, то есть, реально, Спартак играет самую современную схему. У Спартака самый трендовый тренер. Спартак самая модная команда, правильно я понимаю? Ну, я думаю, что ты забыл как раз-таки главную команду, на которую тут нужно ориентироваться. И даже, наверное, не команду. Интер, Интер. Да, молодец. Спасибо Паше Маслову за то, что он не только помогает Спартаку выйти из-под прессинга за счет короткого паса, не только может забрасывать на Эртона. Кстати, кстати, в игре с Краснодаром они постоянно выбивали. С чем это связано? Вот объясним. С «Зенитом» получалось в короткий пас, а здесь фигачили. Что это было? С «Зенитом», очевидно, они пытались вытянуть «Зенит» в прессинг и оставить против медленных Ракицкого и Ловрана. Ну, относительно медленных, и в первую очередь, естественно, говорю про Ракицкого, Ларсона и Понса, плюс Бакаев еще был по Бариусу. А у Краснодара в защите есть Кая, при всех его косяках, при всей его неуклюжести в некоторых моментах, он один из самых быстрых, если не самый быстрый центральный защитник сейчас в лиге. И поэтому против Кая, наверное, такая история не очень работает. Ну, это вот мое предположение. Я могу, наверное, раскрыть секрет, что предварительная договоренность о разговоре с Доменика Тедеско есть. И, возможно, в ближайшие пару месяцев мы что-то новое узнаем о «Спартаке». Я очень надеюсь на это, если честно. Ты пока от себя расскажи. Вот как «Спартак»? Вот есть «Спартак» в июне, который вышел после ковида, никакущий. И тот же состав абсолютно, вот один в один. Даже Соболева теперь нет. Ну, там, как Корин, Мозес, только появились. И он совершенно в другой футбол играет. С чем это связано? Как это работает? Что случилось? Почему так? Да и у Конанова тот же состав был совсем грустно. Если честно, опять же, это, кстати, хороший вопрос. Ты задаешь применительно к тому, что хочется поговорить с Тедеско. Потому что какой-то там высокий прессинг и большое владение, они не соответствуют или не совсем соответствуют тому, о чем говорил Тедеско в «Шальке» в своих интервью про футбол. И как вот случился вот этот перелом. При этом он случился достаточно быстро. То есть, он случился реально в паузу. Потому что, ну, мы видели матчи даже еще в начале, действительно, вот летней части, когда «Спартак»-то не стремился владеть мячом. А если мы вспомним прошлый матч с Краснодаром, единственный матч Тедеско против «Краснодара», там вообще было... Да, там просто был уничтожен Тедеско. Там было там чуть ли не 34%. Понятно, что это не самое главное, но вот эти изменения стилистички в «Спартаке», они заметны. И, ну, что уж говорить, в позиционной атаке «Спартак» тоже прибавляет. Понятно, там многое завязано на индивидуальных действиях. Например, Ларсона, потому что Бакаев, да, сейчас не совсем нас радует. Но, но, реально, «Спартак» стал играть агрессивнее, смелее, острее. И это радует, это неожиданно, я думаю, даже для тебя. Тебе не показалось, что Бакаев болел за Хабиба активнее на видео, чем играл против «Краснодара»? Если честно, я еще не смотрел видео, я видел только фотку Джики, и я офигел просто. То есть, я офигел от того, что Джики... Бакаеву ввели на допинг, и Джики ему сказал, типа, «Зеля, ты там давай медленно, помедленней, пожалуйста, потому что мы должны еще посмотреть Хабиба». «Зеля», видимо, действительно все сделал помедленней, сделал красиво. И потом команда смотрела Хабиба в раздевалке стадиона «Краснодара». Ну, это очень неожиданный тоже, по-моему, эпизод. И интересный момент, что только Витя Мозас не сидел в раздевалке, а сидел в автобусе «Спартака». Я ждал, когда уже все это закончится. Я считаю, что тренером «Зенита» следующим должен быть Станислав Черчесов. Потому что он... Вот у «Зенита» какая проблема? Они могут играть в Еврокубках. И вот сборная России у нас тоже на больших турнирах не умела играть. И он научил сборную России там играть. Хотя давление и хейт был жесточайший. И здесь все то же самое. Ты считаешь, что Черчесов «Зениту» не подходит, и нужен иностранец. Если не Черчесов, то кто? Станислав Саламович, вы топ. Больше мы никого выбирать не будем. Нет, а вы называете. «Нагельсман». Какие там еще тренеры бывают? Все, да. «Тедеско». «Нагельсман», «Тедеско». Все. Больше никого. Я, безусловно, был бы рад видеть Лучана Спалетти. Потому что это... Мне кажется, по качеству игры, по красоте игры, это был лучший «Зенит», несмотря на то, что в Европе так ничего не добились. Вот ты, кстати, писал после Брюги или в перерыве матча с Брюги о том, что ну вот, только Спалетти был нормальный. Но ты вспомни, как при Спалетти играли в Европе, что были Апаэлы. Потом оказалось неожиданно, что Апаэл выходит с первого места в группе, команда с четвертой корзины, как и Лейпциг, и, возможно, как и Брюги. Так значит, Спалетти-то не подходит. Найди нормального тренера. В смысле? То есть ты хочешь сказать, что... Ну, хорошо. Мне кажется, что если руководство «Зенита» собирается, решает убирать Симака, то нужно звать тренера с опытом в Лиге чемпионов. Какой опыт у Черчесова в Лиге чемпионов? Расскажи, пожалуйста. Черчесову не нужен опыт нигде. Он просто сам ходячий опыт. Он просто выходит, и с Нагира открывает дверь. Тем более у них с Дзюбой такая химия, что Дзюба снова себя почувствует 23-летним. Понимаешь? То есть мы понимаем, что «Зенит» тут же укрепляет вратарскую позицию, переходит Сослан Джанаев, и Владимир Габулов изобновляет карьеру. Да, и стал очень тренером будет вратарей. Слушай, ну давай, вот назови тренеров, которых ты можешь назвать тренеров. Вот из Бундеслиги каких-нибудь. Я не знаю, может быть, в ИПЛ кто-нибудь не нужен, в Италии какой-нибудь. Давай трех тренеров, которых бы ты хотел видеть «Зенит». Ди Франческо или Дет Зерби, допустим. Знаешь, что такое, ребята, Дет Зерби? Нет, это Аталанта? Нет, это не Аталанта. Это не третий тренер Аталанта. Ой, нет, а это Сосуола. Это Сосуола, да. Перепутал я, да? Таланта же Гасперини. Вот. Но я не думаю, что человек уйдет там из Сосуола, который сейчас идет наверх, и все у него неплохо. Ну, понятно, что есть, типа, мощные тренеры, Олегри, Почетина, но поедут они в «Зенит», я думаю, что вряд ли. Даже за 10 миллионов. Виллыш Болош поехал, эти-то почему не поедут? Потому что Почетин, тем более, уволен. Бош ехал после двух, ну, по большому счету, провалов. Алексей Борисович Миллер только вот все настроил. Все заработало, наконец. «Зенит» чемпион. Два года подряд. В Лиге чемпионов. Ну, все, состав есть. И сейчас все рушится. Да он не будет жалеть денег. Он и Почетина приведет. Он хоть Гвардиолу, мне кажется, готов привезти, лишь бы тот согласился. Мне кажется, «Зенит» может выбирать сейчас вообще из любого тренера в мире вообще кого угодно. А два года назад была не такая же ситуация? Ну, тогда доверились российскому специалисту? Не, не доверились. Тогда болельщики выбрали ВКонтакте голосованием и послушал руководство фанатов сине-белого-голубого клуба. Ну, взяли-то сбитого летчика. А сейчас-то надо брать-то не сбитых. Вот этот, кстати, из ССУОЛа в самый раз. Он еще этого. Жерома Бога приведет, и вы всех разорвете. Жереми Бога, да. Который сдал положительный тест на коронавирус. Ну, и вообще, если Бога... Ну, будет шутка, что «Зенит» купил Бога, да. Как ты вчера отметил победу «Спартака»? Что ты делал? Ты прыгал по комнате, открывал шампанское, обнимал жену, писал друзьям из других клубов. Мы на первом месте вернулись, чтобы править. Что ты делал? Слушай, жена моя давно узнает, когда мальчик «Спартака» уходит в этот момент, потому что она не очень понимает, как это может вызывать столько эмоций. Да что я делал, Саш? Так получается, что я, когда «Спартак» побеждает, работаю. Пишу тексты. Написал я текст. Ну, я порадовался. Голу Ларсена завизжал. Чуть подсорвал себе голос. Ну, и, собственно, на этом радость закончилась. Радоваться мы будем весной. Выбегать на открытие арену. Надеюсь, уже тогда разрешат. А сейчас мы пока с таким осторожным оптимизмом смотрим в будущее. Я бы как-то вот так прокомментировал. Хорошо. Тогда, так как ты это воспринял буднично, второе событие, произошедшее вчера буднично, ты воспринять не мог. Алексей Иськов завершил судейскую карьеру. Ну, слава богу, еще Казарцев бы завершил. Было бы вообще хорошо. Но Казарцев не завершает. Казарцев уже судит. Да, я и говорю. Но Казарцев, видишь... И проверяет. А вот ты веришь, что по состоянию здоровья или допускаешь что-то нечисто в этой истории, что полиграф не прошел? Да, история про полиграф, она, если кто пропустил, она не связана с матчем «Спартак» в Сочи. Она связана с матчем «Ростов-Уфа». Но там абсолютно непонятные вообще слухи, информация по этому поводу. Я надеюсь, что нам когда-нибудь там сам Иськов про это расскажет. Насколько я понимаю, он не против, не сильно против общения с медиа на данный момент. Может быть, нам Хачатурянс что-то расскажет. Но факт в том, что он не прошел полиграф, это подтвержденный. Факт того, что его вина намного больше, чем у Казарцева в матче «Спартак» в Сочи, тоже не вызывает ни у кого вопросов. А почему ты считаешь, что вся эта целиком история не относится к матчу с Сочи? И не хочешь ли ты обсудить ее в подкасте «Дешифратор» с аналитиком Евгением Шевелевым? Впервые Глеб назвал правильное название подкаста, не исказил фамилию Жени. Вот как первое место положительно влияет на людей. Добродушно. Я же теперь добрый стал, как почтальон Печкин. Велосипеда не было. И вот я теперь добрый стал. Это была двуглавая несвадьбовая муконка, потому что в Петербурге траур, мы близки к слезам, но Москва торжествует, Москва выходит на Красную площадь, на Манежную. И Москва слезам не верит. Ты сказал про слезы, да. Вашим вы можете не верить, а у нас все искренне, потому что мы искренне с детства за «Зенит», за ребят с нашего, Двора, Даню Кругового, Леша Соттермина, Долера Кузяева. Я надеюсь, что Долер все-таки будет помогать «Зениту» и вытащит со своим европейским опытом клуб из этой непростой ситуации. И, собственно, на неделе мы уже это увидим. Долер не должен дрогнуть на сигнал иду на парк. Ну, а пока вы можете подписаться на канал на YouTube Sports on Air. Там выходят все подкасты sports.ru. Можете подписаться на нас на всех других платформах, где есть подкасты. Мы есть абсолютно везде. Ставьте лайки, пишите комментарии. Интересно, что Глеб в этот раз придумает в качестве подводки для поста с подкастом на sports.ru. Это всегда очень увлекательно. Глеб, я тебя поздравляю. Ты сегодня был очень бодр, очень весел. Ну, понятное дело, поражение от Енисея уже забыто. И ты мчишься вместе со Спартаком вперед на первом месте. Все так. Надеюсь, Саша доживет до матча с Баруси, не наложит на себя руки и заплачет там на пресс-конференции. А мы с вами прощаемся. Мы всех любим. Ставьте нам лайки, плюсы, пишите восторженные комментарии, потому что невосторженные мы будем удалять. Всем пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok